Архитектурный памятник конца XVIII века, знаменский храм села Ивановская, был возведен в 1783 году в усадьбе Безобразовых. Образец раннего классицизма, еще совсем недавно церковь напоминала скорее древние руины. Она значительно пострадала во время Великой Отечественной войны, а именно в 41 году, когда Волоколамск был оккупирован немецкими захватчиками. Здание храма стало огневой точкой при отступлении фашистов. Продолжилось разрушение и в послевоенное время, когда храм использовался как склад, а затем ущерб памятнику архитектуры нанесли так называемые кладоискатели. Искали тайные ходы и склепы. Вот и сегодня последствия их деятельности видны невооруженным глазом. Опустев на десятилетия, утеряв свой первоначальный облик, церковь одной из жемчужин подмосковной земли не могла не вызвать сожаления в сердцах неравнодушных людей. В 2014 году был создан фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. Сегодня восстановлением Знаменского храма занимаются Щелковское и Пушкинское облагочиние. Комитетом по образованию Щелковского района с 2017 года проводится благотворительная акция по сбору средств на восстановление сразу двух подмосковных церквей, которые, нужно отметить, привлекают широкий круг общественности. Мы очень благодарны духовенству и жителям Щелковского округа за то, что они вот так сердечно откликнулись на нашу беду. Потому что любой разрушенный храм – это, конечно, беда. И с помощью вот этих вот частных пожертвований, в том числе и детских пожертвований, насколько мы знаем, ведутся эти работы, которые радуют нас, воодушевляют нас и, собственно, нам силы придают. Сегодня храм села Ивановское постепенно преображается. Большая часть внешних отделочных работ выполнена, установлена кровля. Внутри храма восстановление начнется в ближайшее время. Стоит отметить, работа по реконструкции весьма кропотливая. Местами даже ювелирная, ведь строения прошлых столетий весьма отличаются от современных. Мы видим вот этот вот барабан, установленный, окрашенный уже в гранатовый яркий цвет, он как маяк привлекает людей. И мне показалось, что очень символично, и, по милости Божьей, конечно, вот ситуация сложилась, что этот цвет очень похож на цвет вашего замечательного Троицкого собора в Щелково. И мы не специально сделали, конечно, этот цвет, который мы нашли в архивах, в исторических документах. Конечно, чтобы полностью восстановить храм, понадобится немало времени, но уже сегодня, день за днем, мы можем наблюдать, как он преображается. И, пожалуй, самое важное то, что службы в храме с этого года планируется проводить еженедельно.